Всем привет, дорогие друзья! Bonjour à tous mes chers amis! Всем привет, мои любые друзья! С вами Гайанне и видеоуроки по изучению французского языка. И сегодня мы встречаемся с вами вроде как в рубрике «Разбор интервью», но не совсем. Сегодня впервые мы будем с вами разбирать не интервью знаменитости французской, а отрывок из стендапа французского, а именно юмористический отрывок из выступления Флоренс Форести. Флоренс Форести очень популярно, у нее разного рода выступления, но, конечно, чаще всего у нее такие шутки более женские. В данном случае мы разберем с вами отрывок из ее спектакля, ну как это правильно назвать, да, выступления, где она как бы обыгрывает какие-то разные проблемы женщин, матерей, детей, ну что-то вот в этом ключе. Как и раньше, мы прослушаем с вами маленький отрывок, вы прослушаете и просмотрите его полностью, а потом мы поэтапно будем разбирать фразы за фразой. Заранее скажу, в этом отрывке она рассказывает про «les mamans calmes», про спокойных мам. Тут она обыгрывает разные виды матерей, да, которые ведут детей в школу. И вот тут вот как бы «les mamans calmes» смотрим. «Мамans calmes»? «Мамans calmes»? «Мамans calmes»? Ну и она, не знаю. Она не работает. В любом случае, она чистая. Она не плачет. И кричит... Ааа, что хорошо? Более, любовь, хорошая жизнь. Амусите, хорошо. Что я вижу? Что я вижу, там? Что ты говоришь, чё? Не, не в школе. Я не согласен, мама очень в красоте. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Ты забыл мою веру, мой любимый. Я очень рада. Нет, секунду. Я говорю с детьми и я вернусь к тебе. Попробуй от этого момента, чтобы подумать о том, что происходит. Вот такой небольшой фрагмент. Давайте начнем разбирать его поэтапно, чтобы вы наверняка поняли все фразы. Итак, начнем. Но ты же их знаешь, спокойных матерей. В данном случае, если я правильно слышу, что она говорит именно так, потому что, если что, вы помните в комментариях, вы всегда можете писать что-то, если я что-то не дослышала. Ну да, да, спокойных матерей. Их легко узнать. Это легко узнать. Это легко узнать, но она подразумевает именно категорию спокойных матерей. Глагол это узнать и также признавать. Например, вы можете сказать Я его не узнаю. И также мы можем употребить значение признавать как Ты должен признать свою ошибку. Так что глагола «реконять» два основных значения. Итак, «Тан коне де маманкалм» Si, маманкалм c'est facile да, спокойных мам и очень легко их узнать. C'est cell qui ne crie pas et qui ne court pas devant l'école. C'est cell это те qui ne crie pas которые не кричат и qui ne court pas devant l'école и которые не бегают перед школой. Тут интересный момент грамматический. Слово cell я неоднократно вам в уроках когда мы разбираем либо книги либо интервью напоминаю о том, что это слово тот, та либо те. В данном случае женский род, мамы и форма будет cell множественное число женского рода. C'est cell это те qui ne crie pas et qui ne court pas devant l'école которые не кричат и не бегают перед школой. Прослушаем еще раз. Тебе connais мамы calme? Si, мамы calme c'est facile de connaître c'est cell qui ne crie pas и qui ne court pas devant l'école. Elle crie jamais Elle crie jamais Elle court jamais Думаю, тут вы все услышали, да? Они никогда не кричат и они никогда не бегут. В разговорном языке, напоминаю, «не» не употребляется поэтому она его выкидывает, да? Мы можем сказать «elle не crie jamais» «elle не court jamais» но просто в разговоре говорят «elle crie jamais» «elle court jamais» «Putain, mais moi, c'est mes deux grands пилиers это два больших столб » «Je construi ma vie là-dessus», говорит она. «Je construi ma vie, я построила свою жизнь là-dessus». И вот это «là-dessus» означает «на этом», «là-dessus», то есть на этих двух столпах воспитания. «Je construi ma vie là-dessus», я на этом жизнь свою построила, идею, воспитание. «Je construi ma vie là-dessus», «Je construi ma vie là-dessus», «Je construi ma vie là-dessus», «le non», «jamais». «Elle non», «jamais», «она вот нет», «никогда», «она никогда не бежит и не кричит». Ну, скорее «они», «она же имеет в виду «elle», как мамы спокойные, «но они никогда этого не делают». Слушаем дальше. «Mais, j'ai compris», «porque elle ne courait pas devant l'école, «la maman calme», «porque elle court pas?» «Mais, j'ai compris», «porque elle ne courait pas devant l'école, «maman calme», «porque elle court pas?» «Mais, j'ai compris», «porque elle ne courait pas». «No, я поняла», «почему она», «tout она уже употребляет именно вис», «in même числе», «такой представитель», «tyпичная спокойная мама», «я поняла», «почему она не courait pas devant l'école», «не бегала перед школой», «либо не бегает перед школой». Тут время «imparfait», но, как вы знаете, поскольку она начала фразу в прошедшем, «j'ai compris», «porque elle ne courait pas». Тут Флоренс согласует времена, поэтому мы можем сказать, «я поняла», «почему она не бегает перед школой», «la maman calme», «ta самая спокойная мама», «porque elle ne courait pas?» «Почему она не бегает?» «J'ai compris» «пoco September gan any, поговорю о фразу для школы». «По rapprochала Флоренс. Или «doage June» «пока она же не бегаетman». Тут она очень быстро говорит. Давайте еще раз этот маленький фрагмент. Она даже заметно, вот это эквивалент. Она даже заметно, bien, bien, en аванс. Очень даже раньше пришла. Если выражение «être en retard» это опаздывать, то «être en avance» это прийти раньше. То есть она даже явно пришла намного раньше. Она даже visiblemente, bien, bien, en avance. И дальше Флоренс говорит очень быстро. Потому что ты заметишь, ты заметишь, что вот та типичная спокойная мама, она всегда была время, у нее всегда появлялось время, у нее всегда было время на то, чтобы подготовиться. Она всегда была время, чтобы подготовиться. Еще раз прослушаем. Она даже visiblemente, bien, bien, en avance, потому что ты заметишь, что мама calme, она всегда была время, в том числе, что она всегда была время, она всегда была время, время, нато, и есть. Но она имеет в виду образ этой мамы. Она, эта мама, всегда импекаблемо обижена. Импекабль – это не придраться, идеально, скажем так. Она всегда идеально одета, она зачесана, у нее всегда прическа в порядке, макия, накрашена, лавая и вымытая, чистая. Ты remarкар, что мама Калм, она всегда готова, она всегда импекаблемо обижена, она шури, кофе, макия, лавая! Ты слышишь, Эли? Как я работаю? Нет, не на 5,5 часов! Что за дело, сейчас я хочу поставить? Мы делаем это, что делаем это. Мы делаем это, не нарячься, рвовся их в 5,5 часов. Как именно это проект? Кака это происходит? Что происходит? «Он се кушь па» Что? Она спать, не ложиться. Тут в данном случае «Он» это как бы собирательный образ опять этих матерей, да? То есть это вообще как? Они что? Не ложатся спать? «Он се лев а 5.30 утра» Они что в 5.30 утра встают? «Це кое ле проје экзактумен ла?» В чем фишка, да? В чем их проект состоит? Как они это делают? «Це кое ле проје экзактумен ла?» «Це кое ле проје экзактумен ла?» «Це кое ле проје экзактумен ла?» «Це кое ле де хаме?» «Услешали да?» «Дальше» «Ама ми че ле дли, а 9.30 утра встела устела 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 устела». «Ама ми че ќе да?» «Ама ми че ле дли, ана ми че ле дли аме антре ма фи и ме, ана ми че е дигѐлас». «Парске ма ми че ле дли, �огно я тебе скажу как есть. Я тебе скажу. В 8 часов 30 утра, в 8 часов 30 утра, между моей девушкой и мной, у меня есть одна из двоих, которая выглядит неправильно. Она добавляет, да? Кто-то из нас должен двоих выглядеть аттрактительно и в основном это я. И я. И я, он, не. Боя, он не знает как она, но, в общем, она не будет. Она не может einbellюсь. И она не хочет. Ну, не надо, потому что это мама. Все не так. у нее не так, и «elle» – «non». «On sait pas, comment elle a fait», «mé en tout cas, elle est propre», «elle ne court pas», «écrier», «oh, а quoi bon?» «А вот мама идеальная», «спокойная мама» – «нет». «On sait pas, comment elle a fait», «не знаю, как это у нее вышло», «как она действует», «mé en tout cas, «elle est propre», но в любом случае «она чистая», «elle «elle ne court pas», «и она не бежит», «écrier», «насчет того, чтобы кричать», «a quoi bon?», это выражение «a quoi bon?», означает по-французски «ну, зачем», «к чему», «к чему все это», «a quoi bon?». Можете, кстати, отдельно себе выписать. «Зачем?», «a quoi bon?». «On sait pas, comment elle a fait», «en tout cas, elle est propre», «elle ne court pas», «écrier», «oh, «a quoi bon?». Услышали, да? Дальше переходим на ее монолог с ребенком. Allez, mon amour, passe une bonne journée. Amuse-toi bien. Allez, mon amour, passe une bonne journée. Давай, mon amour, моя любовь, дорогой мой, да, passe une belle journée. Проведи хороший день, хорошего тебе дня. Amuse-toi bien. Хорошо тебе повеселиться. Это тоже как приказ, императив, да? Amuse-toi bien. Глагол s'amuse – это веселиться, но когда мы говорим как в приказе, в повелительном наклонении, да, то мы говорим Amuse-toi bien. Или amuse-vous bien. Повеселитесь хорошо, либо повеселись хорошо. Amuse-toi bien. Allez, file – она так же сказала. Давай, беги. Глагол file – это убегать тоже, то есть уходить, да, только быстро уходить. Allez, file, давай, беги. Allez, mon amour, passe une bonne journée. Amuse-toi bien. File, oh, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois là? Ну, то есть file, и дальше она говорит Oh, qu'est-ce que je vois? Что я вижу? Qu'est-ce que je vois là? Что я тут такое вижу? Qu'est-ce qu'on a dit, шери, pour les cartes pokémon? Non, pas à l'école. Non, je ne suis pas d'accord. Мама est très en colère. Les cartes pokémon, ну, карточки pokémon, в виде игрушек, видимо, да. Qu'est-ce que je vois là, да? Что я тут такое вижу? Карточки pokémon, а les cartes pokémon? Qu'est-ce qu'on a dit, шери, pour les cartes pokémon? Что мы говорили? Qu'est-ce qu'on a dit? Что мы проговаривали, да, наверное, шери, дорогой, pour les cartes pokémon, относительно карточек pokémon? Non, pas à l'école. Non, je ne suis pas d'accord. Maman est très en colère. Non, pas à l'école. Нет, не в школе. В школе мы не играем с карточками, да. Non, je ne suis pas d'accord. Нет, я не согласна. Maman est très en colère. Mama очень злится. Выражение être en colère, это злиться, если вы хотите... Ну, то есть состояние, да? Когда мы в состоянии злом, например, je suis en colère contre lui. Я злюсь на него, да. Также есть выражение, которое многие из вас могут знать, это être fâché, что тоже означает злиться. И его оно употребит прямо вот сейчас, как синоним. Так что мы можем сказать «je suis en colère», «je suis très fâché», «je zlouis», «je zlouis» – это все синонимы. Итак, «maman est très en colère», еще раз прослушаем. «Non, pas à l'école. Non, je ne suis pas d'accord. Maman est très en colère. Je suis fâché, je suis au bord de moi-même, regarde, je trompe». «Je suis fâché», вот она употребила это выражение, опять «je zlouis», «je suis au bord de moi-même», «je na grani». Тоже хорошее выражение «être au bord de soi-même», да, быть, слово «bord», ну, вы знаете, «бордюр», да, то есть это как грань, вот «être au bord», вот «я вот на грани», сейчас вот-вот и взорвусь просто. «Regarde, je tremble», говорит она в конце. «Вот смотри на меня, я прямо дрожу», «je tremble». Глагол «tremble» – это дрожать, можно дрожать от холода, можно дрожать от гнева, употребляется во всех значениях. «Regarde, je tremble», говорит она. «Je suis fâchée, je suis au bord de moi-même, regarde, je tremble». «Услышали дальше». «Tu as trahi ma confiance, mon chéri, je suis très déçue». «Non, une seconde». «Tu as trahi ma confiance, tu 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 as trahi ma confiance, mon chéri», мой дорогой. «Je suis très déçue, я очень расстроена». «Etre dessus» – это быть расстроенным. Нет секундочку, я поговорю с одним взрослым человеком и я вернусь к тебе. Тут она употребила слово un adult в значении как существительное, взрослый человек. Вы знаете слово un enfant, ребенок, un adolescent, это подросток и un adult, это взрослый человек. Вот она ребенку говорит, но я поговорю со взрослым человеком и вернусь к тебе после этого. Я говорю с ребенком и я вернусь к тебе. Профити от этого момента, воспользуйся этим моментом, глагол «профите» «de» – «quelque chose», всегда говорю «учите», это все глаголы с предлогами, этот глагол употребляется с предлогом «de». «De ce moment», воспользуйся этим моментом «pour réfléchir», чтобы как следует подумать о «ce qui vient de se produire», о том, что только что произошло. Тут употребляется формула «venir de» плюс инфинитив, ну, и она говорит, да, подумай как следует о том, что только что vient de se produire. Se produire – это происходить, в принципе, синоним глагола «se passé», «случаться», да, происходить, так что «ce qui vient de se passer», «ce qui vient de se produire», подумай о том, что только что произошло, окей? Хорошо? Профити от этого момента, чтобы подумать о «ce qui vient de se produire», окей? Услышали. Вот такой небольшой отрывок. Конечно, может быть, не все поймут юмор, но я, не имея детей, мне было забавно за этим наблюдать, это слышать, потому что все-таки пересекаешься с разными родителями и слышишь тоже разные методы воспитания и общения с детьми, да, и на самом деле, ну, мне было забавно прослушать этот фрагмент. Думаю, те, у кого есть дети, кто водил их в садики, в школы, то вы наверняка встречали «les mamans calmes». Если вам интересно, конечно, ссылку на полный этот отрывок, он длится 3 минуты с чем-то, там дальше она обыгрывает уже обычную маму, которой она себя приписывает, там тоже такой смешной монолог. Так что вот полный отрывок, вы ссылку найдете, как всегда, в описании. Итак, давайте заново сейчас вы просмотрите вот этот вот отрывочек, который мы с вами разобрали, а потом мы с вами отдельно вынесем лексику. Поехали! 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 Я не знаю, я не знаю, это не так, потому что я тебе говорю, в 8 часов 30 минут, между моей семьи и я, одна из двух, это не так, что я не знаю. Ну, она не знаю как она делает, но в любом случае, она чистая, она не работает, и она говорит, о, что хорошо. Allez, мой любимый, позвольте хорошую жизнь. Амусе-то хорошо. Что я вижу? Что я вижу? Что я вижу? Что ты говоришь на карты покемона? Что ты говоришь на карты покемона? Нет, не в школе. Нет, я не согласен. Мама очень влажная. Я влажная. Я влажная, я влажная. Смотри, я трамп. Ты трамп мою confiance, мой любимый. Я влажная. Нет, секунду. Я говорю с мальчиком, и я вернусь к тебе. Профити от этого момента, чтобы подумать о том, что происходит. Окей? Ну что ж, надеюсь, что сейчас вы услышали абсолютно всё. По части лексики, как я и обещала, давайте вынесем основные слова. Слово «сель», напоминаю, это слово «те», женского рода. То есть заменяет слово «мамы». Глагол «crier» – кричать. Глагол «courir» – бегать. «C'est deux grands piliers d'éducation», сказала она. Это два больших столба образования. Un piliers – это столб. «Etre en retard» – опаздывать. «Etre en avance» – прийти раньше. «Elle est toujours impeccablement habillée. Она всегда идеально одета. «Impeccable» – это «идеальный», скажем «идеаль». «Impeccablement» – это «идеально». «A quoi bon» – этот вопрос означает «а зачем», «к чему», «а зачем», «a quoi bon». «Etre en colère» или «être fâché», «быть разозлённым», «быть злым». Или «être au bord de soi-même», «быть на грани». «Je suis au bord de moi-même». «Я вот на грани». «Ещё чуть-чуть, и я лопну». И глагол «trembler» – дрожать. «Je tremble», говорит она. Также глагол «trahir» – «la confiance de quelqu'un», «pridать чьё-то доверие». «Tu as trahi ma confiance», «ты предал или предал моё доверие». «être dessus», «быть грустным», «разочарованным». Наверное, да, даже не грустным, а «разочарованным». «Etre dessus». Ну и её последняя фраза. «Profit de ce moment pour réfléchir à ce qui vient de se produire». Воспользуйся этим моментом, чтобы как следует подумать о том, что только что произошло. «Profit de ce moment pour réfléchir à ce qui vient de se produire». На этом всё. Спасибо за внимание. Если вам понравился разбор данного видео стендапа, то обязательно напишите об этом в комментариях. Все спонсоры канала вы, как и раньше, получите доступ к отрывку текста, который мы только что разобрали в нашем закрытом сообществе. Отдельное спасибо всем, кто делает донаты. Также донаты через суперспасибо в YouTube. Подписывайтесь на мой канал и на мои другие социальные сети, в частности, на канал Telegram, который я веду достаточно часто. Ну и мы увидимся с вами в следующих видео на моем канале. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.